Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я повзялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 3 января, Пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания апостола Павла к евреям. Глава 7 стихи с 18 по 25, и вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано «клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину мелхиседека», то лучшего завета поручителем сделался и Иисус. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Дорогие братья и сестры, сегодня, в пятницу 3 января, Церковь предлагает нам отрывок из послания апостола Павла к евреям. Конец 7 главы, начиная с 18 стиха до конца главы. И вот о чем идет речь. Вновь и вновь автор послания доказывает аудитории, к которой направлено это послание, что есть только одно высшее и лучшее окончательное вечное священство. И это священство Иисуса Христа, которое пребывает в церкви. У предыдущих, у ветхозаветной церкви тоже было священство, и у нее были заповеди. Но что говорит нам послание к евреям? «Что заповеди эти отменены, отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности». Не только в этом отрывке, но и в других отрывках говорится о том, что ветхозаветное священство и ветхозаветный образ и путь сатериологии, то есть путь спасения, он был несовершенный. Он не давал окончательного спасения, но лишь приводил ко Христу, приводил к тому, который должен спасти. Эта мысль заключается не только в данном послании апостола Павла, но и в других его посланиях, например, в послании к Галатам. Мы читаем о том, что закон Моисеев был лишь детоводителем ко Христу и не имел самодостаточной силы, ведь заповедь не дает сил творить саму заповедь. Она ограничивает человека, но не дает сил, благодатных сил для исправления. Мы знаем заповеди, но всегда приступаем к ее. И нет той освящающей силы в Ветхом Завете, которая бы позволяла человеку находиться в рамках этого вектора спасения. Поэтому и пишет в 18 стихе автор послания, что отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства. Действительно, закон только указал путь к совершенству, но он ведет, он тот, кто ведет по пути совершенства, но он не тот, который доводит до конечной цели. А до конечной цели доводит только истинный первосвященник, который и есть Иисус Христос. Тот, к кому закон приводит. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И эта надежда – это наш Господь. И как сие было не без клятвы, сейчас мы скажем, о чем идет речь, Ветхозаветное священство было без клятвы, а это с клятвой. Эта клятва мы можем прочитать в Псалме Давида. Это 109-й Псалом, 4-й стих, на который опирается в данном случае автор послания как некую теологическую аргумент, аргумент от Писания, аргумент от Откровения. В нем сказано, в этой клятве, клятве, с которой был сей, то есть Иисус Христос, он был с клятвой от самого Господа. Что такое клятва? Можно понять клятву как заклятие, из-под которого искупает нас Господь Иисус Христос. Но здесь клятва имеется в виду как некий абсолютный гарант, гарант соблюдения неких функций. И здесь священство Иисуса Христа было с клятвой. Какой? Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Буквально вчера мы с вами говорили о том, что такое священник по чину Мелхиседека. То лучшего, и так как это было с клятвой, сей с клятвой, то есть Иисус Христос с такой вот клятвой самого Бога, то лучшего завета поручителем сделался Иисус. Итак, Ветхий Завет был несовершенным. А лучший и совершеннейший это Новый Завет, поручителем которого, гарантом которого является и связующим звеном которого является Иисус Христос, истинный первосвященник. Притом, тех священников было много, ветхозаветных священников, левицкое священство, потому что смерть не допускала пребывать одному. Итак, мы знаем постоянная смена левицкого священства в храме, мы знаем, что были целые родословные, была целая церковная знать ветхозаветная. Опять же таки, кто был одним из главных инициаторов ареста и казни Иисуса Христа? Это были первосвященники Ветхозаветной Церкви, это были Каиафа, это был род Анании первосвященника, и так далее, и так далее. Мы можем с помощью исторических книг, абсолютно достоверной информации, проследить очень много родословия священников, первосвященников, ветхозаветных. И это было несовершенно. Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. По чину Милхиседека, у Милхиседека не было, как сказано в книге Бытия, ни отца, ни матери. И неизвестно, откуда он пришел, и неизвестно, куда ушел. То есть это такой некий, появляющийся мгновенно в повествовании, и так же, как быстро, как появился, он так же быстро исчезает из повествования. Соответственно, это явление, прообраз будущего первосвященства Иисуса Христа. Точнее, не будущего, а постоянного. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Господь всегда жив. Господь, Он воскрес. И именно своим воскресением Он является гарантом и нашего освящения. Он не просто где-то далеко, Он всегда рядом с нами, Он всегда нас освящает. Именно в Церкви, через Таинство Церковное, через жизнь во Христе, через Евхаристию, через причащение Святых Христовых Тайн. Именно таким образом мы актуализируем свою новозаветную веру в то, что Господь нас освящает всегда. И причащаясь, мы возмещаем смерть Господню, но так же и воскресение. И в контексте нашей веры и происходит наше освящение. Именно потому, что Господь Иисус Христос через клятву Божию «Ты и си иерей вовек починуй мелки си декову» есть истинный поручитель Нового Завета, лучшего Завета. Поэтому именно нашей верой, нашим упованием на истинного, единственного первосвященника Иисуса Христа мы созиждем наше спасение. И через него имеем доступ в присутствие Божия. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое приемы и грешей небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова